Здравствуйте! Меня зовут Тимур Мухаммадей. К вашему вниманию программа «Кабинеты» и продолжение разговора с зампредом правления Национальной палаты предпринимателей страны. Разговора о новых подходах к определению, мотивации и расширению социальной ответственности бизнеса. Но еще о сложностях, которые приходится преодолевать бизнесменам сегодня в своей деятельности. Обо всем этом прямо сейчас в беседе с Нуржаном Альтаевым. Я, может быть, по старинке, но вопрос все-таки, а кто же будет оценивать потом степень той ответственности, которую вы закладываете в концепцию? То есть, насколько вы как предприниматель? У нас как раз-таки уже в рамках этой концепции выработаны критерии оценки той самой социальной ответственности. Потому что этого на сегодняшний день нет. Даже сейчас в Казахстане ни один государственный орган и ни одна организация, у нас нету статистики вообще по социальной ответственности. То есть, ее очень трудно оценить. По объемам, по размерам. На самом деле, наш бизнес, я считаю, он социально ответственный. Потому что мы на каждом шагу видим, как наши предприниматели, даже есть некоторые предприниматели, которые содержат целые аулы. Есть предприниматели, которые даже вот каждый год, допустим, дорогу к этому аулу, допустим, определенно заваливают снегом. Но этот предприниматель держит технику только для того, чтобы зимой этот весь снег расчищать. И он это делает добровольно, его никто не заставляет это делать. Есть очень много предпринимателей, которые строят детские сады, помогают детским домам. Есть просто очень множество-множество примеров. При этом иногда предприниматели даже не хотят говорить об этом и не афишируют. Скорее всего, это большинство. Это большинство, да, вы абсолютно правы. Поэтому мы считаем, что все-таки должны быть, конечно, определенные критерии. И самое главное, должны быть меры стимулированных. Например, в странах Европы, кроме тех мер, стимулирования о которых я говорил, у них меры социальной ответственности бизнеса перед обществом – это обязательные требования по вашему листингу. Понимаете? То есть вы выпускаете акции, и даже цены на ваши акции, они зависят от вашей социальной ответственности. Поэтому это все как-то четко привязано. Но поскольку у нас фондовый рынок не так сильно развит, как в странах Европы, конечно, мы, наверное, к этому со временем придем. Но, по крайней мере, то, что сейчас от государства зависит, как я сказал, какие-то долгосрочные контракты, заказы – это все можно применить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот вы упомянули о диалоге с предпринимателями, с бизнес-обществом столичным, да, вот из недавних событий. Здесь проблематика, на ваш взгляд, насколько она вот серьезная и сильная сегодня? Что больше всего волнует? Что наиболее актуально? Вообще, мы вот с председателем президиума Национальной палаты, с председателем правления буквально в ближайшее время объездили практически все регионы Казахстана. Где-то 12 регионов мы посетили и поговорили везде с предпринимателями, в том числе с предпринимателями Астаны, Алматы. Ну, по сути, можно сказать, что проблемы, конечно, схожие у всех. Это, во-первых, вы знаете, что на сегодняшний день в связи с падением цен на нефть, конечно же, уменьшились заказы со стороны где-то государственных организаций, где-то со стороны национальных компаний. То есть госзаказов и других заказов нацкомпании стало меньше, чем это было раньше. И это, конечно, имеет определенное влияние на наш бизнес. Второй момент, этот момент связан с падением курса рубля в Российской Федерации. То есть наплыв дешевых российских товаров на территорию Казахстана, он тоже вызвал определенные проблемы у наших предпринимателей. И, конечно же, третья проблема – это отсутствие ликвидности тенге в банках второго уровня. Ну, это было громкое заявление, да. Да. То есть практически во всех регионах, можно сказать, одни и те же проблемы. Есть, конечно, проблемы какие-то специфические в каждом регионе, но в целом основная часть этих проблем, она зиждется вокруг трех вот этих рубляций. Ну, Палата насколько готова сегодня вот прям вмешиваться? Мы, во-первых, уже в конце декабря совместно с правительством выработали ряд, так сказать, ну, условно говоря, наверное, антикризисных таких мероприятий. И как раз-таки в нем предусмотрели очень серьезные меры, во-первых, по переочередному обеспечению госзаказами наших отечественных товаропроизводителей. То есть мы проанализировали, увидели, что закупки государственных органов и нацкомпаний составляют на сегодняшний день 9,5 триллионов тенге в год. Это огромная сумма, которая может поддержать в этот непростой период наших бизнесменов именно тех, кто является товаропроизводителем. Не те, кто, конечно... В этих 9 триллионах доля казахстанских производителей какого? Она небольшая на самом деле, поэтому мы сейчас призываем к тому, чтобы все-таки увеличить эту долю. Но есть чем замещать, какой продукции у нас? У нас на самом деле есть, да. Не на таком, конечно, уровне, как хотелось бы, но в целом это, во-первых, есть. Во-вторых, мы считаем, что можно уже делать какие-то проекты под те заказы, которые у нас имеются. Вот в России, допустим, буквально недавно был принят закон, если не ошибаюсь, он называется о промышленной безопасности, и там черным по белому они прямо прописали всем государственным органам, национальным компаниям, если этот товар, который в рамках этого государственного заказа, он производится в Российской Федерации, то этот государственный орган обязан купить у него. Несмотря на то, что Россия является членом ВТО, несмотря на то, что Россия является членом Евразес, ЕАЭС, она все-таки эту норму прописала. Конечно, там снизу мелкими буквами написано, если это не противоречит международным соглашениям, но любой чиновник, любой руководитель нацкомпании, он, конечно, подоплеку понимает, он читает только то, что там черным по белому написано. Мы хотим что-то подобное сделать? Мы предлагаем правительству сделать то же самое, принять вот такие вот зеркальные меры, и прямо в законе о государственных закупках это прописать, и в закупках национальных компаний. Второй способ, как защитить наши отечественные товары, это, конечно же, разработка неправительственных стандартов. То есть это тоже мы видим, как Российская Федерация и другие, в принципе, развитые страны, члены ВТО, они это активно применяют. То есть просто предприниматели данного региона, например, казахстанские предприниматели, совместно, может быть, где-то с потребителями, принимают стандарт того или иного товара. Мы, например, столкнулись с этой проблемой. Я в Восточно-Казахстанской области посещал завод Кэмонт, который производит трансформаторные ящики, трансформаторные будки. Они 70% своей продукции поставляли в Российскую Федерацию. И в прошлом году Россия приняла неправительственный стандарт, где прописала, что эти трансформаторные будки должны быть с определенным покрытием. И все. И у нашего завода Кэмонт, продукция, которая не имеет этого покрытия, она, понятно, с 70% экспорта упала до нуля. И вот директор этого завода мне говорит, я могу, конечно, поставить цех гальванический, который будет покрывать эти вещи, но он обойдется мне где-то в 5 миллионов долларов. И где гарантия, что завтра они свои неправительственные стандарты снова не поменяют. И мы считаем, что Казахстан тоже зеркально должен применять такие же меры. Ну а вот к той части проблем, которая касается вот этой курсовой разницы, курсовым скачкам и, собственно, вот как вы говорите, наплыву российских товаров. Здесь палата какие-то предлагает защитные меры? Ну, даже, может быть, не защитные, а ограничения, ограничительные меры. Или все-таки вы считаете, что это... Нет, мы считаем, что вот таких прямых ограничений ни к чему хорошему не приведут. То есть просто так закрыть границу не получится. Потому что, во-первых, мы уже находимся в ЕС, в Евразийском экономическом союзе. Вроде как рынок свободный, да, у нас открытый. Во-вторых, конечно же, мы для всех предпринимателей это повод еще раз задуматься, еще раз поработать над своей конкурентоспособностью, над снижением затрат. Потому что это мы сейчас еще конкурируем просто с Россией, с Белоруссией. Когда завтра вступим в ВТО, там уже будут не просто там российские товары, которые примерно по качеству одинаковые с нами, да. Там уже выйдут такие гиганты рынка, как Китай, как Соединенные Штаты Америки, как европейские страны. Поэтому для нас это, так сказать, такое учение, да. А впереди как бы еще предстоит немаленькая конкуренция с этими странами. Это во-первых. Во-вторых, если мы закроемся от той же Российской Федерации, допустим, какими-то заградительными мерами, это может привести к таким же зеркальным мерам со стороны Российской Федерации. А это будет, на наш взгляд, еще хуже. Это вообще противоречит основополагающим вообще принципам нашего объединения, как такового интеграционного. Это во-первых. А во-вторых, Россия для нас это огромный рынок. И то, что там курс российского рубля упал, это временное. То есть завтра все равно курс этот выровняется, и мы все равно выйдем со своими товарами на территорию Российской Федерации. Поэтому есть ли смысл друг друга закрывать. Я благодарю вас за разговор. Спасибо вам за ваш ответ и удачи вам. Спасибо вам за просмотр.